Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот географ вятского купца-мецената Якова Прозорова, лауреат премии «Вятский горожанин». Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Витальевна Ивановна. Рада вас приветствовать. Раиса Ложкина, краевед, работник библиотеки Бобинской сельской школы, организатор школьного музея. Вы в Бобинской сельской школе преподавали, да? Да. Вы географ по образованию? Нет. Нет? Русский язык, литература. Русский язык. Филолог. Сейчас библиотекарь. Сейчас библиотекарь. Да, Раиса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Валерий Иванович Федяев, создатель и руководитель музея истории Хлынова. Добрый день. Да, вот мы Валерию Ивановичу благодарны в некотором смысле, потому что это он так вот в социальные сети, да, эту тему выдвинул. Добрый день. Здравствуйте. Так, давайте сразу определимся. Один из самых важных вопросов. В чем, собственно, в виде не находится музей истории образования нашего региона? И кто непосредственно принимает решение о том, чтобы сменил прописку музей? Валентина Ивановна. Музей является отделом областного центра детско-юношеского туризма. Прежде это была станция, областная станция юных туристов. И больше 20 лет уже музей как открыт, и он все время в ведении этого учреждения. Это областное подчинение? Областное. Это было при облано, при департаменте образования. Сейчас это Министерство образования. А кто решает судьбу? Это решает Министерство образования. И мне сказали, почему я встревожилась, почему я начала бить тревогу. Потому что мне сказали, что уже подписан приказ министром образования на переселение музея из этого здания, на улице Вердякова, 23, в здании института... Повышение квалификации. Да, я так понимаю. Да, бывший институт повышения квалификации учителей, а сейчас это Музей развития образования. Ой, Институт развития образования, простите. Ну вот как раз-таки комсомолка опубликовала официальную позицию наших властей, если можно, я это зачитаю. Во-первых, областной музей народного образования на самом деле не закрывается, а будет относиться к другому учреждению. Это пояснил директор Центра детско-юношеского творчества города Киров Галина Мезарина. По приказу министра образования нашего региона Ольги Руисевой музей перейдет Институту развития образования Кировской области на улице Романа Ердякова. Это логично, чтобы музей, посвящающий учителей и даже детей, находился именно там, где постоянно находятся педагоги и их ученики. Во-вторых, перевести музей нас побудило и то, что бухгалтерия министерства, расположенная на первом этаже, попросила несколько кабинетов. А какой толк отдавать один-два кабинета, когда нарушится целостность всего музея? А так мы всю экспозицию переведем, вот, собственно, на Ердякова. Единственное, там не будет вестись образовательная деятельность, только экскурсионная. Но музей не умрет, знак восклицания. Он и сейчас работает. Мы принимаем группы на экскурсии. Единственное неудобство в актовом зале, где проводились занятия с детьми, стоят коробки с документами из архивов. Зато полноценное погружение в историю образования области присутствует. Когда музей переедет в новое здание, пока неизвестно. Сейчас помещение ремонтируется. Вот такой комментарий. Ну, во-первых, почему она говорит о том, что музей не умрет и что там он нужен? Вот мне тоже непонятно. Нет-нет-нет. Что так сразу? Музей не умрет, сразу говорит. Нет-нет-нет. Она недавно. Она семь лет, по-моему, только еще директорствует. И в работу музея она не пыталась вникать, наверное, чувствую я. И не вникла, и не понимает этого, потому что просто она учитель, но она по образованию учитель начальных классов. И вряд ли сам предмет поиска, исследования ей знаком так, чтобы она поняла, какое это имеет значение для сохранения того, что найдено. А когда я прочитала «Комсомольскую правду» и увидела вот это, прочитала вот это ее... Ну, то, что вот я сейчас озвучил, да? Комментарь, да. Я решила туда съездить и встретилась с ректором этого института, Романом Юрьевичем, сразу задала ему вопрос. Нужен музей, институту в работе? Нет, давайте начнем с вопроса, есть ли место, где его там разместить? Место у них есть, даже с отдельным входом, но место запущенное надо очень-очень серьезно ремонтировать. Роман Юрьевич сказал, что не меньше 5 миллионов надо на ремонт, на что я ему сразу сказала. Так пусть эти деньги дадут, отремонтируют это здание на Московской, старый особняк. Там пожарники уже много замечаний писали. Он сказал мне на вопрос, нужен ли музей как в работе института, он сказал, нет. Ну, на экскурсию будут учителя ходить, наверное, и больше. Галина Павловна пишет, говорит о том, что дети там... Галина Павловна, это АВК, Галина Мезлина, да? Мезлина, да. Она говорит о том, что дети там, там детей нет, там только учителя, там нет детей. Вот, и... Он для педагогов, этот музей. Только-только будет с учителями. В своем время мы, музей наш, работал с институтом усовершенствования учителей очень серьезно. Мы здесь выездные проходили лекции у нас в музее. Три пары, четыре пары иногда целый день. Учителя-историки, классные руководители и другие предметники приезжали сюда и были у нас. Это было очень просто, легко, и решался вопрос, и все было на своих местах. И работа велась очень серьезная. Вот. А сейчас, вот, видимо, туда. Но там помещение очень запущено, оно требует большого, как я уже сказала, ремонта. А что там сейчас находится? Там пустое помещение, которое, да, планируется? Пустое, да, пустое. Под музей. Вот. Роману Юрьевичу я сказала, но почему бы вам не решить вопрос о переселении сюда бухгалтерии? Там большое помещение. Бухгалтерии неудобно будет туда ездить. Здесь-то они ножками могут дойти пешком? Да, да. Дело именно в этом. Мое ощущение такое. Во-первых, существует электронная почта, если что-то надо. А во-вторых, значит, молодым девушкам, которые там бухгалтерии в основном работают, не проблема собрать, значит, весь, так сказать, комплект бумаг и сюда приехать одному человеку, взрослому. А туда детям из города, я с учителями разговаривала, с очень многими я школами связана, там бываю очень часто сейчас, и они говорят, мы туда с ребятами не поедем. Транспортная связь очень неудобная из центра города, с пересадками, во-первых. Во-вторых, девятый маршрут ходит туда, в основном пазики, маленькие автобусы. Ну, вот я вспоминаю, по-моему, девятка – это единственный автобус, который на Романа Юрькова с Московской поворачивает на Ирбеково. Ну, в общем, сказали учителя, вряд ли нам туда придётся поехать, поэтому, скорее всего, просто музей будет полузакрыт. Вот экскурсия слушателей, курсов и кто ещё? Фактически музей перестанет работать для обычных посетителей. Он будет работать только для тех, кто приходит на лекции. На лекции, да. А когда открывался музей, Юрий Михайлович Головнин ещё тогда был жив. Это начальник городского... Он был заведующим облано в своё время. А, облано? Заведующим облано, да, он скончался. Это ещё до Анатолия Михайловича Чурина? Да, да. Ну, вот Чурин как раз... Его преемником. Да, включи его преемником. Там был ещё какое-то небольшое время, не помню я фамилию. Вот. Так вот, Юрий Михайлович сказал, мы открываем такое заведение, просвещение, которое через несколько лет буквально будет жемчужиной вятского образования. Потому что там будут собраны очень интересные, очень важные для истории и для знакомства с этой историей, для знакомления школьников и в профессиональном образовании, и во всех отношениях, в воспитательном образовании. Патриотизм воспитывается. Всё. Я сама там собирала материал 10 лет. Вот последнее время перед выходом на пенсию работала. Там, я сама знаю, там просто уникальные документы. Там документы, которые рассказывают не просто об истории, рассказывают о людях, которые руководили образованием, которые были в образовании. Ну, вот такие, например, известные, как учитель начальных классов Тепляшина, Полинария Николаевна. Мы нашли её личный портфель с документами. Там он в экспозициях, там он... Представлен. Представлен, да. Вот. Потом я нашла, собрала лет 5, наверное, я работала по сбору этого материала. Это руководители областным образованием, губернским сначала, с 18-го года. Так вот, в 18-м году начальник Губано был назначен в 1918 году с 2-х классным... с 4-х классным, простите, образованием начальник Губано. В то время это, наверное, всё-таки было образование, было у человека, получается. Да, у Якова-то Алексеевича, у миллионера-то купца было Прозорова. Два класса образования, но он тоже, видите, вышел в какие замечательные люди, и его знали не только в Вятке, в России, но и за границей хорошо о нём знали. Поэтому очень-очень интересный и очень-очень важный материал. Сейчас вот в связи с тем, что это всё там вынесено, поднято, лежит свободно, это я почему-то думаю, что многое из этого потеряется. Потому что если грамотный и хорошо понимающий человек зайдёт и обратит внимание на это, там не одна диссертация, причём среди диссертации. Серьёзный научный материал, да? Серьёзный научный материал. Там можно защищить не просто кандидатскую, там докторская диссертация не одна. Я прошу прощения, нам сейчас надо сделать небольшой перерыв, потом у меня будет вопрос к нашим гостям. Что будет с Музеем истории и народного образования Кировской области? Валентина Кащеева, Раиса Ложкина, Валерий Федяев, наши гости. Мы продолжаем. Аня, пожалуйста. Да, я хотела наших гостей, вот прежде всего Валентину Ивановну, спросить вот о чём. Можно ли нашим слушателям описать, о какой примерно площади идёт речь? То есть вот сколько комнат, сколько помещений сейчас занимает Музей истории и образования вот в здании на Московской 33? Почему именно туда вас выдвигают? Неужели в городе, в центре нельзя было найти? Мне кажется, это достаточно компактная экспозиция такая, нет? Ну, на ваш вопрос я отвечаю последовательно. Четыре учебных класса. Это сама экспозиция. И рекреационный зал для проведения массовых мероприятий. Человек 50-60 в этом зале можно поместить для того, чтобы провести. Мы проводили там международные научно-практические конференции с участием иностранных исследователей, которые в Ядском архиве работали, в Кировском архиве работали. Вот. Мы проводили там массовые мероприятия для детей. Там рождественские праздники, ёлки. Для учителей. Там были семинары и для организаторов краеведческой работы, и для учителей истории, и для классных руководителей приглашали из районов. Вот. Это вот была очень такая большая, ёмкая очень работа. В общем, площадь довольно немаленькая. Я-то понимаю, что метров 200 примерно, да? А потом. Ну, здание-то подарено, вернее, передано Вятке Прозоровым под образование. И с тех пор оно и служило, и служит по сей день пока ещё. Почему? Был первый школьный городок в этом комплексе зданий здесь, на углу Московской. Потом были школы. 48-я восьмилетняя школа, областная заочная школа. Только в годы Великой Отечественной войны под госпиталем это здание было. Ну, как и многие в городе здания. И до сих пор. Всё время. Всё время. Областная и фильмотека школьная. Короче говоря, вот оно. А потом музей. В общем, здание жило всегда. Здание жило активно для школы, для образования, для просвещения. И вообще это здание, там же мемориальная доска установлена, что это здание передано Прозоровым училищу. Это в этом здании побывал минист просвещения. Вот в 1878 году они с Яковом Алексеевичем ездили смотреть этот дом. И вообще этот дом доступен в таком музее. Туда входит школа. Вот я про это хотела сказать. Если туда заедет бухгалтерия, никто внутрь не попадёт. Всё. Внутрь никто не попадёт. А вот вы там не бывали? Я не была. Это дом со львами вот этот вот. Да, да. Зайдите. Там совершенно особенная архитектура. Широкая лестница на два ската, потом на два подъёма. И вообще аура другая. У музея принадлежали ещё несколько комнат. Внизу ферма тоже. Был кабинет директора. Был гардероб. Там, где ребята раздевались обычно. И внизу, значит, вот хранилище фондов. Сейчас это уже отобрано. Уже давно взят у Натальи Леонидовны кабинет. Она пересела... На второй этаж. Да, на второй этаж. Гардероба не было. Уже ребята раздевались на вешалках. И никто эти вешалки... Ребята наверху, вешалки внизу никто не охранял, конечно, естественно. Вот тоже это очень серьёзный момент. Ну и фонды вот сейчас. Фонды, самое главное, выброшены. Потому что министерство решило там разместить свой архив. Архив Министерства образования. Очень удобно им. Всё в одном месте. Всё в одном месте. И пешком можно дойти. Но ведь мы... Мы-то ведь самое главное. Наша... Мне вот 84 года. Я помню, как школа, как наши учителя о нас заботились о том, чтобы мы хоть что-то могли... Хоть что-то могли с нами где-то как-то работать. А сейчас что это такое? Отбирать у детей и отдавать чиновникам? Вы знаете, я не знаю, надо ли об этом... В эпоху, когда всё в электронный документ наоборот у нас должно происходить, да? И всё это должно храниться не в натуральном виде... В электронном. В виртуальном. Да. Ну, в общем, об этом можно говорить. Вы знаете, я не знаю, надо ли об этом говорить. Надо. Надо, да? Ну, конечно. Но это не совсем приятная вещь. Мне вот уже несколько человек, ну, не знаю, человек пять, наверное, причём довольно таких человек, знающих, понимающих ситуацию, мне сказали, ну, будет... Отремонтируют, освободят, отремонтируют, определят место для бухгалтерии, но мы знаем, что на это здание уже кто-то, значит, из наших очень важных земляков положил глаз. Ага. В плане? В плане того, что бухгалтерии будет предоставлено место... В этом доме или в другом? Нет, в другом. В другом. А этот дом будет этим и занят. Я вчера прошла, прошла, посмотрела. Рядом лавки были, такое продолговатое здание, лавки паразоровские были у него. Вот, он их давал в аренду. Ремонт идёт, очень серьёзный ремонт идёт в этом помещении, здании. И банк на углу Володарского и Московской, одноэтажное здание, где была раньше станция ЮНАТОВ, кстати сказать. Кстати сказать, как станция ЮНАТОВ превратилась в банк? Видимо, ну, департамент образования, видимо, как-то там, так сказать, на каком-то условии презентовал это здание. Продали здание, насколько я знаю. Да, 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 да. Вот, и вполне могут предложить это здание им, одноэтажное. Оно большое по объёму, там я работала, я знаю, там и помещение большое, и комнат много. Ну, там, если он передан уже частному собственнику, то, конечно, обратно-то не вернёшь. Если приватизировали, да, вот как Валерий Иванович говорит. Ну, вот я не знаю, но вот просто это мне сказали люди, как говорится, тет-а-тет, но имён не называя, но... Но мы знаем только одного человека, который массово, так скажем, выкупает, претендует на исторические здания в Кирове, это Валерий Крепостнов. И не дай бог, и не дай бог, это просто будет кощунство, потому что если рядом поставить, даже рядом поставить я не хочу Крепостнова и Прозорова, потому что Яков Алексеевич так любил свой город. Когда он уехал, он на 500 тысяч оставил зданий безвозмездно городу, все свои здания практически оставил, за исключением старого помещения Краеведческого музея, там было, он отдавал в аренду благородному собранию, а остальные здания, и все они сейчас служат образованию. Филиал Московской финансово-юридической академии «Угол Ленина и Красноармейской». Красивое здание такое. Красивое здание, слепнило красивое. Красный замок его звали в Вятке. А вообще ведь Прозорова в Вятке звали кормильцем. И его память в этом здании, доступное здание, единственное. Один дом его личный, который я отбивала и хотела, чтобы он был восстановлен, и чтобы там какой-то клуб для студентов или вообще какое-то тоже для молодежи было учреждение создано. На углу Ленина и Пролетарской, Ленина 117, до губернаторской канцелярии дошла. Везде был отказ, 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 отказ. Я бессильна оказалась. Дом сгорел, и теперь стоит с прогоревшей крышей и под дождем, и под снегом. И он, конечно, там взглянет. Да вообще, ну вообще, ну что это такое? Ну почему мы так относим? Мы готовим, город готовится к 650-летию. И при этом вот такое отношение к небольшому количеству памятников. Да съедете вы в Елабугу. Вот Валерий Иванович был в Елабуге. Он знает, как они берегут свой город. Они весь город старые ставили. Они все памятники там восстановили. У них музей купечества создан. У них памятник купцам установлен. Писателю Дмитрию Стахееву. Писателю. Но на постаменте от благодарных елабужан Елабужскому купечеству. Вот таким образом, понимаете, почему у нас-то? Почему мы-то так поступаем? Последнее, как говорится, плохо. Это район старой вятки. Здесь целый узел. Здесь живущий ремесленный приют девочек. Московская 30. Тоже прозоровское детище. Здесь дом прицеления детей, бедных граждан вятки. Бывшее старое здание художественного музея. И здесь этот, здесь такой узел. Экскурсовод рассказывает. Тут это, это, это. И проводит в дом. И показывает, какой был дом. Вот для меня сейчас самым, пожалуй, таким болезненным моментом, который я вижу, как житель города, а не как человек, который болеет, может быть, за образование и прочее. Это то, что действительно здание, после того, как оно будет от музея передано в какие-то другие руки, пока мы не знаем, оно перестанет быть доступным, общедоступным. Вот это очень плохо. Вот Булычевский особняк. Изумительное сооружение Булычевский. Вот, пожалуйста, сначала хоть к нему можно было близко подойти, камни потрогать. Десятки лет уже никто не может туда попасть, кроме исключительных каких-то случаев. Дискуссия, да, она как-то теплится. Давайте же выселим товарищей, которые его занимают куда-нибудь. Вот на Роману Ярдякову, например. Хорошее предложение, да. Так, реклама у нас сейчас будет небольшая, да, после чего мы продолжим беседу. Программа «Дневной разворот» продолжается. Владимир Сметанин, Анна Лапшина по-прежнему в студии. В нашей студии также гости. Валентина Кощеева, Раиса Ложкина, Валерия Федяев. Говорим о судьбе Музея истории народного образования, который, по некоторым данным, из центра города, с улицы Московской, из знаменитого особняка Прозорова, переедет на улицу Романа Ярдякова. В современное здание, помещение, в котором даже пока не готово и не отремонтировано. Пять миллионов рублей, как сказала Валентина Ивановна, да? Требуется на ремонт. И непонятно, откуда возьмется. Валерий Иванович, вы как человек, который душой болеет за наш город. Как историк, как раевет, как эксперт музейного дела. Как создатель музея истории Хлынова. Вы об этой ситуации, когда узнали, вот у вас ощущения и чувства были какие? Ну, во-первых, я, как и все, наверное, узнал от Валентины Ивановны об этой новости. Потому что новость, она для многих неизвестна. Даже вчера, беседуя со знакомыми преподавателями, я спрашиваю, а почему вы-то не боретесь за этот музей? Он же вам нужен. Он говорит, а мы только об этом узнали. То есть информация, она... Закрытая была. Была закрытая, абсолютно. И если бы Валентина Ивановна не подняла этот вопрос, она бы тихо-тихо-тихо сошла на нет. И мы просто бы перед фактом узнали, что нет такого музея. Есть такое вятское старинное слово, очень нравится нам. Шиштаком. Ой, я не слышала. Шиштаком. Ну, то есть в тихушку. В тихушку. Шиштаком. Шиштаком, да. А вот этот частный случай, который очень больно отозвался у всех на сердце, особенно в череде всех событий, которые происходят на сегодня. То есть если взглянуть на это гораздо шире, мне кажется, идёт такое целенаправленное наступление на нашу вятскую культуру и историю. То есть постепенно уничтожается. С какой целью это происходит, я пока не знаю. И я писал губернатору нашему... Игорю Васильеву. Игорю Васильеву. Но ответа от него пока так и не получил. Как давно вы писали? 15 октября. Две недели назад. Две недели назад. Вот посмотрите череду. То есть сначала идёт смена министра культуры. На пост министра культуры заступает бухгалтер. Грубо так. Татьяна Сергеевна, она финансовыми вопросами занималась. Татьяна Сергеевна Мазур, да? Всегда. И после этого взгляд на культуру, историю начинается смотреть через денежный разрез. На первое место выплывает именно финансовая составляющая. Но надо понимать, что музеи исторические, они предназначены не для того, чтобы зарабатывать. Это не коммерческие предприятия. Они для того, чтобы доносить знания. Они не будут никогда финансово состоятельными. И переводить их на рельсы коммерческие – это просто угробить эти музеи. Смотрите череда дальше. Смена начальника управления культурой города. Руководитель бывшей ДК «Космос». Иван Строй теперь. Сейчас Иван Строй и Марину Юсупову заменили. Смена директора драм-театра. Смена директора кукольного театра. Смена директора краеведческого музея. Смена директора художественного училища. Для вас это все? Для меня это все одна цепочка. Явление одного поля. И министр образования. Тоже финансист. Да, у Ольга Рысева действительно на финансовом вопросах. Анатолий Михайлович Чорин, который на протяжении почти что 30 лет возглавлял областную систему образования, он будет с нами чуть позже на связи, я надеюсь, да. И я к тому, что многие, кто сейчас работает в образовании, это его воспитанники в том числе. Так ведь, да? Можно так говорить. Это мы говорим только о руководителях. А, давайте посмотрим. Уже давно закрылась кунсткамера, применение которой найти не могут. И здания не могут. Не продать, не сдать в аренду. Не продать, не сдать в аренду. Последние тарги тоже не состоялись. Приказная изба. Это вообще боль для всех. Для всех фитчан, наверное. Переживёт ли она эту зиму ещё вопрос, да? Да. Сейчас музей истории образования. То есть вот три таких музея, достаточно значимых и известных, на Вятке, они практически закрыты. А что стоит создать музей, вот я сам по себе убедился. Я прошёл через эти все этапы и представляю, что значит организовать музей. Тем более, та экспозиция, которая создавалась, она создавалась под эти стены. То есть она и формировалась, она и компоновалась. И в любом другом помещении этот музей, он не будет, не даст той отдачи, которую он нёс в этих стенах. Ну, потому что аура была. Аура. Валентина Ивановна сказала, заходишь, и там дух определённый создаётся. То есть нельзя взять и перенести это в другое помещение. А бухгалтерию, между прочим, можно. Какая разница? А бухгалтерию это совершенно ни к чему. То есть я не думаю, что у нас помещений недостаточно в городе, в которое можно перенести. Валентина Ивановна, где у нас исторически всевозможные канцелярии находились? Вот может быть туда, чтобы какую-то историческую связь? Исторически, исторически по истории? Да, да, да. В плане, ну так как, есть, в общем-то, раньше канцеляриями-то особенные не занимались. Купец, он сам работал, люди работали, и никому не надо было места. Яков Алексеевич, когда училище-то, кстати, открывалось, он сказал, я передаю вам этот дом безвозмездно, но сделайте мне доброе дело, откройте в этом училище класс бухгалтеров. Нам нужны грамотные, у него класс образования, нам нужны грамотные. Так вот, так он бы мог, так сказать, своими силами открыть здесь вообще какое-то финансовое учреждение. Я прошу прощения, вот сейчас мы будем набирать Анатолия Михайловича Чурина. Перед тем, как с ним пообщаемся, очень хочется, чтобы четко, вот, Валентина Ивановна, чтобы четко вот ваша консолидированная позиция прозвучала по этому поводу. Что вы хотите в данной ситуации? Лично мое мнение, я считаю, что то здание, которое купец Яков Прозоров передал под нужды образования жителям нашего города, оно не должно менять свою концепцию. Музей образования должен остаться на своем месте. Бухгалтерию, я считаю, нужно переселить в другое место. На первом этаже можно в дополнение ко всему организовать музей купечества, которого в нашем городе нет и существование которого давно назрело уже. Присоединитесь, что-то добавите. Я поддерживаю Валерий Иванович. Да, музей истории купечества, у нас же вятка очень богата, вот, благотворительными купцами Прозоров, Булычев, Сапожниковы, много фамилий. Лаптевы, Гусевы, Кордаковы. И я думаю, что ведь они для города сделали очень много, и память о них вообще почти стерта из истории, только на бумагах где-то. А где вот мы видим их, мы дела видим их в зданиях истории. Только те, кто интересуется, знают эти фамилии. И вот если бы создать музей купечества в этом доме, вот, представляете, это было бы вообще здорово. Ну, и оставить, конечно, музей истории народного образования. Вы однозначно за то, чтобы никуда музей не переезжали. Я за то, чтобы в этом здании, это здание внутри не переделывалось, не ремонтировалось, не делали там евроремонт, оставили бы такое, какое оно было и есть. И за то, чтобы здание было доступно для людей, для жителей города. Да, для народа, для народа, а не только для чиновников и какого-то узкого круга людей. Давайте сейчас выслушаем позицию Анатолия Михайловича Чурина, ныне депутата областного законодательного собрания, заслуженного учителя России. Анатолий Михайлович еще раз напоминаю, на протяжении почти что 30 лет возглавлял областную систему образования. Анатолий Михайлович, вы с нами? Да, я слушаю вас сегодня. Добрый день. Добрый день. Да, вот пара-тройка минут. Анатолий Михайлович, ваш комментарий по поводу сложившейся ситуации, как, собственно, можно здесь еще и наявление... Я, во-первых, услышал край шаг разговора, и я полностью поддерживаю тех, кто там в студии у вас, чтобы не менять здание и не передавать музей куда-то в другое место. Мы создавали этот музей фактически на общественных началах, и очень много труда было вложено в экспозиции, которые там развернуты. Причем любое перемещение этого музея в другое здание, в другое помещение, оно сразу неминуемо приведет к потере того материала, который там был уже оформлен. Потому что новые помещения, новые площади, они, естественно, потребуют перепланировки, переделки всех экспозиций. И музей, я считаю, находится в том здании, которое всегда принадлежало образованию. Именно как дар Прозорова городу для образовательных целей. Поэтому, конечно, это очень и очень неверно, такое решение. С другой стороны, меня очень возмущает то, что принято это все кулуарно, не посоветовавшись с теми людьми, которые создавали этот музей. Нельзя это делать. Это неуважение, прежде всего, тех, кто заботится о детях, заботится о развитии образования в области. Вот это моя точка зрения. Анатолий Михайлович, спасибо. Да, у меня вопрос. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию? Я не знаю, со стороны законодательного собрания дойти до губернатора, сказать, ребята, вы делаете что-то не то, а думайте. В конце концов, авторитет Анатолий Михайлович, он никуда не пропал. Да, Анатолий Михайлович, вы, насколько я помню, ведь являетесь советником по вопросам образования. Я уже, так сказать, через газету пытался свою позицию развучить. Ну, пока на сегодня реакции никакой нет. Министерство, наверное, отказалось давать ответ на запрос. Поэтому меня это очень возмущает как-то. Я не понимаю, почему это делается. Ну, Анатолий Михайлович, мы все-таки хотим попросить, чтобы вы как-то по мере своих возможностей держали эту ситуацию как-то под контролем. Мы общались с нашими сегодняшними гостями. Спасибо. Анатолий Чурин с нами был на связи. И у меня еще вопрос вот к нашим гостям все-таки. Они более осведомлены в теме. Сроки какие-то называются? Сроки перемещения. То есть есть еще возможность повлиять на что-то? Просто если там уже на чемоданах, что называется, если уже, то... Я вчера вообще была... Не вчера, позавчера. Я была просто не то, что удивлена, а просто не знаю, как даже сказать, мое ощущение. Мне сказали, что первого числа, то бишь сегодня в 10 часов на Ердяково будет открытие музея истории... Торжественное, причем сказать, торжественное открытие музея истории народного образования. А вчера я зашла все здесь на месте, а моя приятельница, она экскурсовод, и она тоже краеведа, она тоже очень-очень переживает этот факт, потому что это экскурсионные объекты, тут все ее очень интересуют. Она съездила на Ердяково, стоят, говорит, на третьем этаже четыре парты, какие-то повешены там четыре ли три стенды. И весь музей. И там будет открытие, торжественное музей истории народного образования. Я переспросила, может быть, просто какая-то тематическая выставка. Нет музея истории народного образования. То есть музей еще вроде располагается там, где он располагается, а может, что-то открывается. Так там еще и помещение, оно, говорит, то помещение, которое предполагается, оно, говорит, грязное, еще запущенное, его надо очень-очень серьезно ремонтировать. Дело не в ремонте, дело просто в том, что реально берут какую-то часть нашей культуры и перемещают в совершенно иную среду, в современные здания, которые не подходят для этих целей. И с точки зрения логистики, что с ним происходит. В общем, это, конечно, беспредел. Я считаю, с высоты возраста, пережив много-много и войну, и после войны, и все остальное, я считаю, что это беспредел. Никогда я с таким еще не сталкивалась. Нет, сталкивалась, но это личное. А вот здесь беспредел самый натуральный. Мы понимаем вашу боль, безусловно. К сожалению, заканчивается время нашего общения. Еще раз хочется выразить уверенность, что... Затем мы продолжим следить за полотенцем. Да, продолжим, безусловно. Еще раз хочу выразить уверенность, что еще не все потеряно, еще есть, возможно, варианты... Побороться. ...выхода из этой ситуации. И очень бы, конечно, хотелось, чтобы наши гости остались довольны теми выведами, которые будут сделаны. Спасибо большое. Спасибо. Первый час дневного разворота завершен. Мы с Анной прощаемся на 20 минут. Вернемся. Продолжение следует...